здравствуйте дорогие телезрители сегодня мы с вами поговорим о карме будет новая информация я думаю что несколько частей сделаем и я сейчас глубоко уверен убежден что если вы хотите пройти эту жизнь достойно с минимальным количеством проблем ошибок то нужно обязательно знать о карме информацию кармические законы причинно-следственную связь как вот эти образуются кармические узелки и так далее мы про нее рассказывали на канале но прошлом это было очень ограниченный примитивно сегодня и будем рассказывать более глубоко карма это все-таки причинно-следственная связь между нашими действиями решением и их результатом карма это некая обратная связь с миром некоторые еще рассказывают что карма это негатив негативные последствия наших действий кто-то говорит что есть позитивная карма негативным и на канале очень много об этом говорили но как бы мы это не называли все-таки сегодня мы это будем проверять и так все-таки карма это и позитивные какие-то вещи в жизни и негативные то есть вся наша жизнь это карма можно так назвать или все-таки карма больше к негативным вещам относится так марина тебя слово здравствуйте роман здравствуйте зрители карма видите по карте смерти говорит о чем говорит ну это вообще можно сказать так завершение чего-либо и начало чего-либо также что нового закончить до этого этап старого конечно же это можно сказать одной картой конечно же это карма карма бывает разного характера бывает и хорош хорошая и плохая но карта смерти говорит что это перемены к лучшему когда мы ее отрабатываем значит у нас начинаем идти с легкостью если мы ее не отрабатываем и также начинаем идти в обратную сторону карма есть карта карма существует сто процентов говорим и когда ты отрабатываешь эту карму это перемена к лучшему тебя сама судьба толкает на прохождение этой кармы может быть все быть в одно время раз и потом меняется и ты идешь уже в другом направлении сам не знаешь почему от вядет как раз отработка карма ты и проходишь у тебя начинается перемены перемены колоссальнейшего характера более потом понимая что это так оно и должно было случиться потому что без час хорошо ты на правильном пути мы развиваемся через карму вот в низших измерениях вот мы все развиваемся через карму получаем опыт именно через карму правильно совершенно верно через боль видите через страдания через какие-то неудачи мы ее проходим видите здесь все показано так и потом мы начинаем вставать на ноги идти вперед но всегда мы отрабатываем через какие-то неприятности которые случаются через боль значит когда происходит ты тогда начинаешь осознавать когда все хорошо ты не осознаешь такой интересный вопрос карма управляет нами или мы управляем кармой или все зависит от духовного развития такой ответ вам двояки могу сказать так семерочка кубков говорит это все что понимаете грезы это склонность фантазии стильные желания мечты это мечтательная карта такая сказать это можно показаться что вы руководите карман в итоге по факту карман к воде 2 можно так отвечать и вот самое важное как вода чтоб люди понимали за какие-то действия в этой жизни в прошлых жизнях вот мы проходим некие ограничения да будь то финансовые будь то семейные будь то проблемы со здоровьем будь то психологические моменты что мы чувствуем себя неуютно в этой жизни дискомфортно постоянно на негативе с депрессием это тоже так работает карма чувство вины там обиды какие-то это все карма может быть за те проступки которые мы совершили в прошлом и если мы работаем над собой меняем свое отношение что это хорошо что это мы проходим набираемся опыта тогда карма воздействует на нас минимально или это не играет значение скорее всего когда вы проходите свой кармический круг чистку значит вы прошли кармический круг вы отработали все какие-то неприятные ситуации с которым которые у вас тянули с прошлого да вы тогда становитесь более успешными видите по десятке пентаклей как раз я вытащила процессе карту как раз она отвечает на вопрос что ожидать когда отработали карму вы отработали карму и вас получается тогда совершенно другое материальное положение но не только может быть а быть именно в деньгах она может быть даже успокоение души своей да значит что это значит может быть да вы можете также на мир смотреть уже другими глазами и материальное благо уже у вас будет не так зависимо но деньги будут идти к вам с легкостью понимаете все связано отработка вот этого кармического круга которого идет она вас только улучшит если вы проработаете в этой жизни просто вас потом идет успех да вас ждет всякие благости успокоение у вас также идет и комфорт ну вообще это как бы большая такая тоже карта такого значения что для каждого человека она может быть иметь какую-то свою направленность понимаете но это карта благостей хоть в доме возьмите хоть в работе хоть в карьере хоть в деньгах направленность большая действительно но это арта успеха вы прошли карму вы ее отработали вы выяснили урок почему так оно происходит и потом у вас идет совершенно другой новый этап жизни но вот самое главное еще раз акцентирую внимание да это все здорово классно да что когда человек и отрабатывать чтоб люди понимали просто это очень важно что именно в период когда начинает работать карма люди ощущают потери в жизни психологическом плане потерянность какой-то там да как я уже говорил со здоровьем там начинает ругаться семьей семьей и вот в этот момент многие говорят нужно к ней относиться определенным образом что это хорошо то есть именно позитивно мыслить потому что если человек в этот момент не понимает что это карма там начинает искать что-то думает порча какая-то кто-то сглазил там какая-то черная полоса наступил начинает искать себя везде и всюду как бы и он еще усугубляет своими действиями мыслями всю свою жизнь карма есть как бы да а он своими действиями еще сильнее все это дело если это получается он ее не отрабатывает или даже когда в негативе полном погружение в эту карму все равно мы и отрабатывают или все-таки позитивом быстрее от рабат позитив отношение понимание что это карма вникание туда погружения и более как-то так просто воспринимает то есть вот эта тема очень интересно. Понимаете, что две карты хотят, чтобы я вытащила их. Хорошо. Что можно сказать? Когда у вас начинаются какие-то проблемы, вам кажется, вы не должны, как вот вы, Роман, сейчас и сказали, вы должны их встретить по пажу ночей с пониманием, с глубокой ответственностью, что да, вот настал такой уровень. Вам не нужно падать, значит, страдать, охать и ахать. Вы должны взять себя в руки, потому что пашничий говорит о том, что это всё-таки внимательно надо находить, да, значит, нужно искать какой-то выход, да, вы должны просто направить какую-то цель, ага, вот меня вот так вот бьют, 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 да, но вы находите в себе силы вставать и идти дальше. И вы должны, видите, по пятёрочке жезлов идти в более такой игровой форме, да, вы не должны обижаться на кого-то, кого-либо, да, это всё-таки как вам игра, вам судьба дала пройти этот, значит, кармический свой круг, разорвать какие-то либо отношения, что-то очистить с прошлой жизни, что-то, что-то вы не доделали в этой жизни уже, наработали карму, вы её также можете наработать, да, и когда вы это понимаете, да, по семёрочке жезлов вы, вот, вы сделали как это достойно, да, вы начали проходить достойно вот этот вот путь, встретили все вот эти вот проблемы свои решайте, и потом по двоечке куклы, смотрите, какая замечательная карта падает, она сама причём выпала, я её специально не вытаскивала, и она вам говорит о том, что вас тогда как раз ждёт идиллия, да, вот это вот именно понимание, праздник, вы тогда как раз и получает вам судьба показывать, что да, вот вы проработали, вы прошли вот этот вот колоссальнейший труд, и теперь вы можете праздновать, значит, вы её отработали, пожалуйста, теперь у вас будет праздник души, значит, и вы будете двигаться более с лёгкой, значит, такой вот быстрой, такой, значит, дорога, у вас будет всё получаться, у вас будет получаться совершенно всё, потому что вы этот груз оставите в прошлом, не нужно обижаться, нужно это встретить достойно и пройти его достойно, чтобы не наработать себе ещё, усугубить это положение, пройдёте быстро, легко, у вас будет всё идеально хорошо. То есть, если человек не проникся, не понял, карма будет более жёстко проходиться или ещё дополнительно она работается? Скорее всего, давайте посмотрим, что они ответят. Вы видите, уход, уход от кармы у вас всё равно не удастся, да, если вы даже захотите уйти от отработки, вы всё равно будете встречать её через какой-то промежуток времени снова, и вам всё равно придётся её проходить, понимаете, просто с какими-то лёгкими больше потерями, да, или уже с более сложными потерями, всё что-то, да, но всё равно вам придётся её проходить, и когда вы её пройдёте, и вот тогда вы получаете вот этот вот именно круг побед, да, вот шестёрка Жезов так говорит, что победа вас ждёт при любом расходе, если вы всё сделали правильно и достойно, и у вас всё будет легко, а если вы не проходите, вы всё равно встретитесь это в будущем ещё раз. Вы уже при других обстоятельствах, понимаете, как? Ну, например, как вот можно карму не пройти, вот, допустим, там раз, у тебя в жизни всё плохо становится, как от неё можно уйти, ну, чтобы люди понимали, как бы, да, то есть, допустим, проблема начинается с финансовой, мы же не сами... Вы видите, по тузу Жезлов, это вообще большой спектр, человек может не пройти свою карму, ну, всё же такие, знаете... Закрыться в четырёх стенах и сказать, папа, мама, давайте меня обеспечивайте, а я тут буду сидеть, пока карму не пройдёт, туз Жезлов говорит развитие, понимаете, если человек не начинает развиваться в процессе кармы, вот туз Жезлов, он как раз и говорит, нужно развиваться, это начальная стадия развития, вот ты должен вот встречать её достойно и идти, если ты не развиваешься в этот промежуток времени, ты остаёшься на том развитии, значит, у тебя ничего не будет двигаться, понимаете, вы не обучаетесь, вы не развиваетесь, вы в принципе на том уровне, тебе всё плохо и, соответственно, всё плохо, и у тебя будет всё плохо, но у тебя может потом ещё быть ещё хуже, понимаете как? Вот этот процесс, вы должны как раз понять, что вот если у вас что-то плохое, значит, вы должны духовно развиваться, потому что туз Жезлов, он и говорит, это развитие, это начальная стадия развития духовного, вот этого понимания духовного развития, понимаете? ну вы должны в этом сами начинать вот эту вот инициативу проявить, понять, что вот да, у вас вот пошло так, значит, вы должны начать развиваться, вы должны где-то что-то прорабатывать, что вы должны прорабатывать? Нужно углубляться, конечно, можете сами, нужно... работа над своим внутренним миром, да, то есть над своей осознанностью, повышением, обдуманностью. Да, вообще здесь большое так же, вот здесь нужно говорить и говорить, но... А если вот такой вопрос задать, виновата ли карма в наших неудачах? Зайдем с другой стороны. Ну, видите, шестерка Пентакли говорит 50 на 50. Карма не может быть виновата, карма она есть, но ее нужно так же проработать. Вот вы проработаете, вы получите благость, да, вы не проработаете, вы так и будете оставаться, вы будете эту карму тащить в следующую жизнь, понимаете? Вот я так вам отвечу на этот вопрос. Есть такое мнение, что некоторые люди живут, и у них очень все гладко в жизни. Ничего они не делают, не развиваются, не работают, то есть у них очень все хорошо, у них нет никаких проблем в семье, с детьми, с заработком, то есть они живут очень легко и гладко. Такие жизни, это значит, человек что-то неправильно делает, то есть у любого человека должна в жизни какая-то карма быть, чтобы быстрее развитие шло, или почему так происходит? Видите, что здесь 50 на 50, что здесь 50 на 50, и королева мечи. Чего это может сказать, что те люди, которые пришли сюда на такой легкой ноге, они тоже пришли со своей кармой. Это просто нам так кажется, что у них все замечательно и легко. У них также есть свои проблемы. По королеве мечи она именно и говорит. Королева мечей – это вообще женщина, которая настоящее траур, значит, это бесплодие, это какая-то, не воспринимает ту информацию, которая должна воспринимать эту информацию. Это вам так кажется, что это все легко. На самом деле, если туда углубиться, там есть свои проблемы, там есть свое также и развитие, там есть свой интеллект какой-то, может быть, где-то как-то даже разум, какие-то даже, может быть, какие-то в развитии, какие-то проблемы быть. Здесь все, все же такие. Если они пришли из такой легкой жизни, как вам кажется, значит, они, в принципе, все отработали в предыдущей жизни. Поэтому им человек, значит, создатель дает в этой жизни такие легкие отношения, но с другими проблемами, которыми нам кажется, что это не проблема. Но на самом деле, это еще глубже, глубже проблемы, которые они также должны пройти. Какие-то соблазны, какие-то, возможно, видите, подвойки Пентакли, да, здесь также может быть как бы и какую-то выгоду где-то, может быть, как забаву какую-то, понимаете, вот такое вот, у них свое направление, свое развитие, и они также могут проходить их. Но если у них все хорошо, идеально, и прям все супер, и у них, ну, у них не может быть все быть супер, потому что у них такие же свои есть проблемы. Но другого характера, другого уровня. Теперь поговорим о кармических узелках. Такое понятие многие слышали. И эти кармические узелки завязываются с прошлых жизней. Ну, допустим, там, папа и там дочка, например. Что-то не сложилось, да, там, поругались в прошлой жизни, там, плохо к друг другу относились. И вот мы в прошлой жизни там завязываем эти кармические узелки, и в этой жизни, например, да, опять же, эти души могут переродиться, перевоплотиться, произойти реинкарнация, и в каких-то другом виде, там, да, там тоже, может быть, какие-то родственники, либо брат с сестрой. Пока в этой жизни эти кармические узелки не развяжутся, да, то есть люди не проработают, кто кому там плохо сделал, да, то есть в этой жизни не найдут решения развязать эти проблемы, то ничего не будет. До тех пор, пока это все не развяжется, все люди эти, все души будут приходить в эти следующие жизни, пока вот не проработают карму совместно. Это так? Ну, смотрите, в виде карта мира, она и говорит, что как раз кармический круг, кармическая душа, кармические года, года, года под каждую ситуацию подбирать множество. Карта жизни, человек приходит, если есть какой-то узел, конечно же, его нужно развязать. А развязываем мы каким образом? Каким образом мы вообще можем завязать эти кармические отношения? Это наша обида, это наша злость, это наша месть, это наша ненависть, их колоссальное множество, да. Если человек не злится, и он прорабатывает в этой жизни, то у него не будет этого кармического узла. Может быть, разные ситуации, понимаете. Если человек продолжает нести с собой этот негатив и не прощает этого человека, то, конечно же, эти кармические узлы остаются на протяжении других жизней. Также можно сказать по рыцарю Пентакли и рыцарю Купа. Это все-таки углубиться настолько, что пока вы это не проработаете в себе вот это главное, с чего завязалось у вас, вы будете встречаться. Да, совершенно верно. Ну вот, еще раз, да, подтвердили наши слова, что мы с тобой постоянно говорим, люди, выбирайте обиды, выбирайте негатив, выбирайте гордыню, там, да, жалчность, обиды, чувство вины, там, зависть, это все можно проработать через медитативные специальные планы наши, которые можно сделать очень углубленные, очень эффективные. Это очень важно, видите, даже на карму это очень сильно выделяет, не просто там на какое-то развитие, а именно, чтобы даже дальше продвинуться, чтобы даже отработать эту карму и прийти к благополучию в финансовом плане, в семейном плане, да, чтобы выше планку задрать, потому что многие развиваются, развиваются, раз и застревают, и не могут понять, а, плохой учитель, а, плохая медитация, на самом деле здесь вот вопрос чуть-чуть в другом, вот, это очень важно. Я думаю, сегодняшнее видео немножко откроет вам глаза, пересмотрите свое отношение к жизни, это очень важно, смотрите обязательно наш канал, вот, кому интересно, обращайтесь на наши личные консультации, подписывайтесь на наш канал, не забывайте, что проводятся постоянные конкурсы, если у кого-то нет денег или там не хочет обращаться за деньги, есть возможность обратиться бесплатно, пишите комментарии, участвуйте в жизни канала, приводите других людей на канал, что мы это видели, вот, что вы были сами активны, тогда всегда мы сможем помочь вам бесплатно, то есть, мы на вас тратим энергию, вы на нас тратите энергию, космические законы, всем успехов, развития и развиваемся дальше, до свидания.